Слава Украине! Героям слава! Привет всем, друзья! Новости из города Часов Яр. И новости довольно неприятные. Какой там заканчивают? Процентов 70 завалов разобрали. Короче говоря, уже 34 тела, среди них один ребенок. Вот это, чтобы вы понимали, уровень цинизма и лжи путинских фашистов. Значит, они рассказывают, с одной стороны, что они типа пришли освобождать русскоязычных от злобных бендеровцев. Но вот этот город Часов Яр, да, это Донецкая область, и там, я так понимаю, процентов 90, если не 95 населения, это те самые русскоязычные, о которых они заявляли, что они так сильно пекутся, и что они их избавляют от злобных, ужасных бендеровцев, которые, я так и не понял, что они этим людям сделали. От бендеровцев эти люди ничего как бы не видели, они жили спокойной жизнью. И ни один бендеровец никогда в жизни не вламывался к ним домой, никого не убил, никого не ограбил, никому ничего не сделал. Это всю их жизнь. Зато пришел русский мир и под поводом защиты от несуществующей вообще в природе угрозы взял и деноцифицировал их, убив 34 человека, среди которых ребенок. Вот это все, что вам необходимо знать о сегодняшней фашистской России. О сегодняшней России, которая уже переплюнула по-моему фашистскую Германию. И что касается конкретно города Часов-Яр, разбор завалов там продолжается, я думаю, что неприятные сюрпризы для нас там еще будут. Так что все еще может быть, и непонятно сколько там будет в результате, какой будет последний подсчет. Одно могу сказать, что вот это преступление расшистов уже переплюнуло преступление в Кременчуге. Вот, собственно говоря, и все, что вам нужно знать о расшизме. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Продолжение следует...